привет друзья наконец-то закончилась череда моих командировок и кузница тест-драйва опять в полном составе и сегодня мы знакомим вас с ВАЗ-2102 если вы видели один из наших первых роликов кто не видел кстати советую посмотреть там вы могли видеть этот автомобиль но он был ярко-красного цвета привет друзья действительно этот автомобиль мы приобрели уже наверное практически два года назад пригнали его в Садыской области из-под границы с преднестровьем и он был красного цвета ярко-красного кстати автомобиль в очень хорошем состоянии даже помните комментарии ребята ни в коем случае не надо его делать ничего там не трогать пусть останется все как есть пробег у машины очень небольшой порядка там что-то до 40 тысяч километров но у нас точно такого же цвета была в ВАЗ уже купленная ВАЗ-2103 а так как планируется в музее стоять копейка двойка тройка две рядом одинакового цвета машины будут сливаться тем более автомобиль по моим требованиям все равно надо было делать поэтому мы решили его перекрасить расскажи почему выбор пал именно вот на такой цвет ну вообще красить мы ее хотели в цвет гнилая вишня ну что у меня автомобиль был такой именно ВАЗ-2102 правда чуть позднее году выпуска эта машинка 75 года вот и была цвета гнилая вишня такая же была и гнилая внутри с ней было много у меня чего связано но когда купили краску все маляра посоветовали давай дольем горит грамм 100 черной красочки чтобы было более как строго и красиво смотрелось и вот получился баклажан в такой краски на двойках увы не было но то что есть то есть красили мы эту машину в чернигове поэтому я ее уже увидел окрашенную вот в таком виде уже было поздно что-то менять также у нас такой получился свой цвет как на эксклюзивном авто ну несмотря на то что автомобиль у нас действительно получился очень эксклюзивный я думаю вообще в мире существует только в одном экземпляре но при этом как я знаю он в отличном состоянии и салон полностью родной ну вот объясни мне я не помню вот таких обозначений на щитке приборов какие-то плюсики минус какие-то рисочки что это такое что это за эксклюзивная модель и в этом плане дело в том что она здесь у нас стоит приборная панель вас 2101 где нет никаких обозначений просто лампочки дедушка видно уже под конец жизни с памятью муж плохо стало и он стал помечать там где зарядка уставил плюсик маркером нарисовал где давление масла нарисовал не очку ну так вот он себе обозначил мы даже не стали это убирать она даже добавила какой-то колорит автомобилю тем более автомобиль этот был с нуля у одного человека все равно там какая-то аура его осталось в этой машине пусть она и будет дальше вот по поводу того что машина эксклюзивно это сто процентов пойдем по неоклассики такая только у нас и у майкла джексон работ было конечно в машине тоже проведено очень много и до конца не еще ребят не закончена мы сейчас откроем капот и вы увидите что еще надо покрасить воздушный фильтр клапанную крышку кое-что опять же подчухать мы и даже не на одну выставку не возили поэтому вы могли увидеть только мельком на некоторых видео ну что я предлагаю открыть капот вы сможете посмотреть в каком состоянии двигатель и что там все-таки надо покрасить ну и заодно посмотрим что-то вообще под капотом в этой модели ну что друзья как максим сказал здесь под капотом двигатель от 2 2101 объемом 1 2 литра мощностью 64 лошадиных сил с этим мотором машина разгонялась до сотни примерно за 25 секунд и развивала 125 не 135 километров в час если мне не изменяет память чего не могу понять это автомобиль 75 года максиму же ты мне расскажешь почему действует пластиковый бачок омывателя потому что он же устанавливался с 80-го года а до этого была такая груша как грелка которая висела по моему на моторном щите понимаешь как мы хотели сохранить под капотом максимум оригинальности если ты видишь мы даже не меняли стоят еще заводские шланги на главный тормозной цилиндр с бачков мы поменяли здесь море даже все наклейки остались ничего не красилась но это будем все-таки красить потому что но вид не очень красиво поменяли только патрубки а бачок вот это так нам и достался потому что у нас сама кнопка груши она была 3 треснутая и не было этой грелки не знаю куда она ушла поэтому грелку и кнопку мы ищем так что если у кого есть пишите на так в принципе даже вот остался даже не почухали отключатель массы советские все реле проводка на этом автомобиле оригинальность двигатель действительно это проверенная вазовская классика который при хорошем уходе при нормальном никогда не доставлял хлопот и беспокойство своему владельцу вы знаете ребят я жалею что камера не может передать запах когда ты открываешь капот старого автомобиля что москвича жигуля а запах бензина понюхай в современной машине этого нет и никогда вы этого не увидите то же самое как вы сядете в салон служи ну как бы я даже не любил современные машины я понимаю что там с компоновкой подкапотного пространства бывают проблемы тут никаких проблем нет тут доступ к любым узлам легко доступен согласен тут даже свечной можно прямой без карданчика использовать еще выкрутишь на ходу барашки открутил снял воздух анда лес принципе имея небольшой набор ключей шоферский инструмент как принц это ушел в комплекте с машины на дороге можно сделать было практически все под моторным пространством смотри если у нас получается двигатель тут копеечный все понятно машина имеет большую все-таки степень унификации с копейкой но самое главное и отличие все-таки в задней части сто процентов это единственное кстати в основном ее отличие это задняя часть автомобиля вот вот друзья за что любили эти автомобили за багажник грузоподъемность этой машины 250 килограмм при наличии двух человек в салоне тут усиленная задняя подвеска более жесткие пружины стоят шины которые выдерживают большую нагрузку но самое главное удобство потому что крышку багажника опустили практически до самого бампера тем самым его загружать очень легко и сюда можно было погрузить даже небольшой холодильник то больших в те времена по-моему и не было ради этого конструкторы даже изменили форму задних фонарей они здесь вертикальные и кстати если вы помните наш недавний ролик про из комби в котором кстати горизонтальные фонари мы там немножечко так ругали этот автомобиль за высокую погрузочную высоту так вот здесь она гораздо ниже и это при том что запасное колесо в отличие от копейки здесь тоже расположена под полом багажника как в комби они в крыле как у копейки и заливную горловину бензобака здесь перенесли на левое крыло кстати из-за плохой герметизации крышки багажника пары бензина и пыль очень часто попадали салон этих автомобилей дождем тут я с тобой немножко не соглашусь так как пользователь такой же машины когда-то у меня никогда пару бензина в салоне вот елками у меня пахло когда их тырил для перед новым годом а так не было но кстати да действительно этот автомобиль очень полюбили в селе полюбили дачники да и просто любитель активного отдыха и все равно этого было мало они ставили сюда фаркоп и как на нашей машине ставили багажнике на крыше представьте какая тот какой-то муравей получался который тянул ребят предлагаю вам в комментариях погадать почему мы оставили на двойке фаркоп для чего он нам нужен пишите в комментариях будет интересно кто первый угадает зачем но вернемся к нашим баранам нашему барану точнее этот автомобиль выпускался с конца 71 года по восемьдесят шестой год поэтому я считаю это долгожитель и вы заметите как запускал тольятинский завод своей модели в 70 году выходит копейка в конце 71 года выходит двойка конец 72 года выходит третья модель жигулей три автомобиля которые на которой мы купили лицензию фиата вместе с оборудованием автомобиль конечно наши конструкторы внесли очень много изменений которые почему-то никто не запатентовал итальянцы с удовольствием применили на 5 125 который потом успешно продали полякам автомобиль этот назывался в италии у нас все три модели это фиат 124 это наша копейка фиат familiar и это был вас 2102 и фиат спешил это был вас 2103 да максим ты правильно говорит потому что в отличие вот итальянского фиата здесь были переработаны обе подвески был усилен кузов потому что ему приходилось работать в более тяжелых условиях чем на европейских дорогах я тебе даже больше скажу ну ты наверное сам это знаешь итальянцы действительно потом использовали эти наработки и у них даже был fiat 124 r то есть от слова россия то есть как раз с этими доработками которые внесли уже конструкторы советского союза да действительно ребят на 5 был очень слабый кузов и на дмитрском полигоне не просто разлазились по швам но автомобиль доработали как видите доработали успешно потому что до наших лет очень много таких автомобилей дожили и до сих пор нет да нет да встретишь такого старичка который везет своего иногда даже первого хозяина единственного или на дачу или с женой в магазин а еще друзья у этого автомобиля есть одна очень интересная особенность но чтобы вам ее показать надо открыть багажник и что ты хочешь нам показать не держи интригу обратите внимание здесь нет никаких гидравлических амортизаторов каких-то подпоров потому что крышка багажника удерживаться очень надежно системой торсионов которые спрятаны есть вот под потолком ну даже сегодня я такого нигде не встречал и кстати эта система была очень надежная не приносила никаких проблем владельца насколько я знаю хотя ее монтаж и вызывал определенные сложности кстати ты знаешь дим вот мы открыли багажник я думаю что и рыбаки любили эту машину если ты один здесь расположить маленький джентльменский набор если вдвоем то пригласить друга присядь заметь что вдвоем сидеть удобно вот джентльменский набор можно например поставить на какой-то табуреточку кстати обрати внимание какой удобный получается подлокотник из фонаря закинул удочку и сидишь себе ловишь единственно да да единственно что мне не нравится как любителю современных автомобилей все-таки очень низко открывается крышка багажника даже я своим небольшим средним скажем так ростом могу точно набить и фингал ну поймешь как надо просто джентльменский набор брать поменьше да я думаю фингал не набьешь и кстати заметь как продумана аэродинамика автомобиля что на него даже не ставили двор не просто заднее стекло извиняюсь за выражение засрать было практически нереально слушая тут я теперь тобой по споры потому что в экспортных версиях стеклоочиститель на заднем стекле стеклоомыватель все-таки был поэтому я думаю что связано не с аэродинамика а может какой-нибудь с возможностью удешевить немножко автомобиль да нет я так не думаю дело в том что скорее всего на экспорт пендитным иностранцам добавить лишнюю опцию кнопку это было как бы замануха какая-то в принципе сколько и отъездил у меня ну чуть-чуть приседала там даже не грязью как водой понимаешь и пылью а так чтобы стекло было засрана полностью как взять на восьмерке или таврии такого не было никогда хотя кстати странно потому что восьмерки и в таврии на комнат стекла больше в идее туда нужно закидывать сильнее но там из вес короче задний свет хороший тут не могу с тобой поспорить потому что я на этой машине в плохую погоду просто-напросто не ездил это вообще до этого двойки ездил за рулем на двойке именно нет а так понятно что ездишь только в хорошую я ездил на двойке бмв на двойке бмв поэтому тебе тянет всяким там этим кнопочкам вот кстати по багажнику да пир давай вернемся и правда что мы видим в багажнике максим как я понимаю что коврик это тоже оригинальный ну по оригинальности ручаться не буду но судя по остаткам краски ярко-красная видишь и судя по там вот есть такие как заклепочки я думаю что да он так сам и достался вот у нас есть фанерочка люк запаски она здесь утопленная как говорил дима мы поднимаем запасочка лежит у нас кривой стартер обязательно атрибут этого автомобиля домкрат домкрат но всякие такие вот причиндалы кстати еще треугольник у нас есть еще родной аварийной остановки так как аварийки на этом автомобиле еще не было аварийки появились чуть попаже вот и тут еще все таки всяких ниш еще можно напихать сюда всякого разного он там у нас идет лючок технологические бензобака кстати про бензобак вспомнил после перекомпоновки этого автомобиля на него установили бензобак который на 6 литров имеет больший объем чем в копейке так что на этом автомобиле можно было уехать дальше здесь у нас 45 литров а в копейке 39 тут с димой согласен и благодаря вот этой вот компоновки вы посмотрите как у нас изменился глушитель глушитель у нас перекочевал в сторону такой стал изогнутый поэтому в принципе в багажнике плоский пол удобно и тут же складывается у нас еще сиденье давай сложим сложим такие удобные ручки которые надо а тут на себя так вот здесь специальные зажимы которые попадают в сиденье посмотрите какой у нас огромный багажник и кстати да благодаря этим зажимам подушка зафиксирована ничего не болтается ничего не трясется действительно классно причем еще можно было снять и саму эту подушку это увеличить еще больше объем но я думаю что сюда холодильник засунуть не есть проблем а тем более какие-то были холодильнике помнишь зил вроде они были не такие уж и большие туда без упаковки легко я уже не говорю сколько можно свои засунуть стиральных машинок малютка поэтому я считаю что конструктора но это больше заслуга итальянцев которые делали до компоновку подумали они конечно поработали хорошо не но если советских инженеров которые усилили подвеску усилили кузов но без советских инженеров тут никак потому что заслуга по-любому даже то что убрали дисковые задние тормоза поставили барабаны я сразу вспоминаю серию топ гира да когда кларсон он там просто стебался на наше этом ладо и как у них называется лада рива над семеркой когда они поставили против ford картины но я посмотрел какой-то такой был тест-драйв нечестный я понимаю что цель программа была обосрать все то что делалось в советском союзе что это им удалось да вот я кстати был удивлен читая комментарии там да там мы всегда делали говно ребят ford картина после реставрации а извините ладу взяли со свалки какой может быть сравнительный тест-драйв надо было и картину взять со свалки и честно говорю взять характеристики картины и в ваза семерки с 1500 двигателем то он должен был ее порвать как тузик грелку поэтому кстати вот после вот этой серии когда там у делали чайку за то что кнопка выпала с автомата ребята что вы делали английские автомобили да не по сей день геморройные автомобили это сколько анекдотов только про рейндж ровер ходит про ягуары т.д. и кстати это правильно сказал насчет барабанных задних тормозов потому что у нас все-таки машины эксплуатируются в гораздо более грязных условиях и поэтому такие тормоза ну более практичные более практичные они действительно выполняли свой функционал поэтому это кстати вот так и не закончил мысли то что я после этого перестал сварить топ-гир если честно мне это так зацепило вот тут ну а теперь кларсон отпишется от нашего канала блин вот это будет проблема блин действительно зачем-то так ну что ребят мы познакомились с багажным отсеком этого автомобиля давай садим сзади и посмотрим давай надо было торсионы смазать ну знаете давай поставим на место сидения кстати хочу обратить внимание что вся краска здесь родная кстати заметь как все элементарно и просто вспомни как мы мучились комби а вообще одной рукой все делается слушай ну сидеть реально удобно такой диванчик мягенький и мне нравится что узкие дверные карты совершенно не занимают пространство в салоне хотя все-таки строим здесь будет тесновато и спинка меня смущает она где-то заканчивает тоже как и оперение креслов на уровне лопаток безопасность я так понимаю речь не шла нет согласен тоже не забывай что спинка сиденья сделано это универсал спинка должна разлаживаться ты возьми третий ряд сидений 2402 из 2 ряд сидений там вообще жесть была я не вижу сильных различий между обычным седаном и универсал тем более смотри ты сейчас сидишь за мной вместо для ног у тебя тут просто невероятно и в принципе смотреть для четверых взрослых и одного ребенка по-моему машина просто подходит идеально конечно изысков здесь нету но что у нас здесь есть из набора для пассажиров как пепельница пепельница да в ручках дверей ручка крючочек рычал я жду стать и кстати да поэтому в принципе так сейчас и на многих бюджетных автомобилях современных большего ты и не найдешь и крючков там кстати не найдешь место конечно портит всю картину туннель под кардан посередине поэтому тут среднего пассажиру сидеть будет вообще как бы но его растопырку но блин это заднеприводная машина и опять-таки во многих современных машинах там такой туннель еще и такая консоль торчишь там вообще не представляю как можно сесть человеку по центру да кстати у нас автомобиль оборудован уже передними пример безопасности задних еще нет и ремни кстати да замеда так они оригинально вытаскиваются об надо надавить за такой защелкой потом они стали что вставляться вверх получается сейчас таким макаров раньше а потом стали они вставляют вот так кстати мне даже кажется постели но в принципе сзади поговорили давай перейдем вперед проедемся поехали а кстати обратите внимание как на вас сделали ручки они здесь утоплены в воду безопасности потому что на сиате ручки еще были такие с нажимной кнопкой и это было более опасно и кстати почему квадратное зеркало максим насколько я знаю на родних сериях двоечки были круглые зеркала ты прав на первых годах выпуска на вас 2101 и вас 2102 было круглое зеркало которое устанавливалось на крыле но это было до 73 года автомобиль у нас уже 75 года и зеркало перекачивал на дверь стала квадратным хромированным понял и только право на это я уже обратил внимание и салонная кстати через салонное зеркало очень хорошо все видно ну я думаю что ты сейчас все это за рулем все это расскажешь и поделишься своими впечатлениями внимание друзья кузнец от издрайвов объявляет розыск снимает издрайв с нашей двоечкой мы обнаружили на дерево такое объявление пропала собачка откликается на имя тача тофи на вид примерно два месяца в синем тряпичном ошейнике почему не могли пройти мимо потому что вот так написано кто владеет информацией пожалуйста сообщайте по номеру телефона дети очень скучают друзья все кто проживает в киево святошинском районе это объявление мы нашли в районе села бобрица киево святошинского района не оставайтесь равнодушными если кто-то владеет данной информации нахождение этой собачки пожалуйста перезвоните по указанному телефону ну что друзья вот я за рулем нашей двоечки отрегулируем под себя сиденье регулировочка продольная есть электроприводом подстроим зеркало вспомним как тут открываются ремешки что я ведь запутался в этих ремешках все получилось так поправляем розочку на рычаге и в путь электрический стеклоподъемничек поехали это конечно все шутки но шутки шутками а если бы мне предложили на выбор копейку или двоечку то я бы конечно взял двоечку почему-то она мне нравится не знаю этот автомобиль с этим кузовом мне нравится больше хотя на самом деле он все время был как бы на заднем плане играл вторые роли посудите сами сама только спецификация 02 уже говорит о том что эта машина 2 в данной серии дальше итальянцы привезли fiat 124 а седан а универсал fiat 124 familiar с которого сделано потом была вторая аферия приехал советский союз только через год после этого та же ситуация и с конвейером производство второй серии началось через год после копейки да что говорить в те времена именно копейка была героиней различные публикации документальных фильмов рекламы а двоечка двоечка мелькала кое-где кое-как хотя в принципе и она была героем фильма если помните такой был милицейский экшен боевик назывался двойной обгон там правда на этой машине ездили плохие парни которые бомбили дэна дальнобойщиков если я не ошибаюсь или правильно помню но постепенно ситуация выравнивалась потому что эти машины любили люди которых из дачи которые увлекаются рыбалкой ездят на природу на пикники и в результате в процентном соотношении количество выпущенных машин первой и второй серии сравнялась всего двоек было выпущено около 667 штук ну что господа эргономисты могу сказать да я люблю современную технику современные машины я люблю удобно сидеть за рулем тут я сижу с высоко задранными коленями что мне не очень нравится тут мне некуда поставить левую ногу потому что площадке для и отдыха понятное дело не предусмотрено тут только одно левое зеркало наружная плюс салона кстати салоны отлично видно все очень классно но через левая так обзор не ахти я думаю что в старом круглым зеркале он был еще хуже так что еще тут ничего передняя панель вроде бы сама простота все очень просто но какие классные материалы то есть даже сейчас спустя 40 с лишним лет я смотрю на эту панель и она not в одном месте только немножечко вот в двух местах радостью немножечко треснула и все а так осталось такая же мягенькая и блестящая как в те времена когда была новая да и сам салончик посмотрите что ж такое у меня с пальчиками да и сам салончик посмотрите он напоминает интерьер porsche maserati bentley 10-15 летней давности как по цвету материалов так и по состоянию но это это машине более 40 лет что касаемо мотора до 64 лошадиные силы вроде бы и хватает хотя хотелось бы помощнее но опять-таки такие машины были скажем модификация 21 021 оснащалась уже 11 движком 69 лошадиных сил он развивал там также был что приборов от 11 модели но таких машин мало было в советском союзе потому что они в основном шли на экспорт самая крутая самая люксовая самая быстрая это была модификация вас 21023 там уже стоял троечный мотор объемом 1 5 литров 77 лошадиных сил там уже стоял интерьер по троечке но те машины это была мечта автолюбителей но они шли исключительно на экспорт поэтому встретить такую машину советском союзе ну было практически невозможно хотя было бы интересно найти вот именно такую машину потому что с троечной панелью мне нравится как смотрится интерьер этих автомобилей кроме того экспортные машины они уже все-таки были немножечко более подготовлены в плане безопасности потому что там стояли троечные сиденья шестерочный по моему тоже с подголовниками тут подголовников нет спинка заканчивается где-то у меня в районе лопаток поэтому о том какая была безопасность автомобилей в те времена лучше не вспоминать еще это я все о плохом до плохого вот было вот не было вот сейчас понятное дело что ситуация меняется времена меняются все меняется но остается кайф остается кайф от езды вот на этом автомобиле на самом-то деле потому что ехать на нем действительно кайфово объясню почему потому что мне очень нравится коробка как она здесь переключается вроде бы рычаг большой но на самом деле ход его очень маленький и передачки включается очень четко обалденно на некоторых современных машинах такой четкости нету как здесь руль достаточно легкий есть небольшой люфт а машина немножко плавает но опять таки друзья года года я не уверен что какая-то современная иномарка спустя 40 с лишним лет будет вот так же ездить при том же здесь простая конструкция здесь ничего не сложного все очень просто вот есть вот он что-то такой классный какой-то такой позитив таких машинах вот этот мне нравится подвеска подвеска то вообще супер я вот еду с вами разговариваю я реально практически не выбираю дороги то есть я вижу дырки небольшие я вижу какие-то заплатки я вижу какие-то стыки швы ну вот немножечко качнуло да ну да и максимум все то есть подвеска всеядная сразу было видно что автомобиль разрабатывался под плохие дороги и те доработки которые внесли уже конструкторы советском союзе в итальянскую конструкцию они не прошли даром они ощущаются и сейчас и спустя 40 лет я его на той машине ну как-то блин же реально очень спокойно сейчас на спереди будет вообще ужасная дорога посмотрим что будет тут творится сейчас самое самое интересное у нас наступает знаете такое ощущение что я еду на небольшом кораблике покачиваясь раскачиваясь вот эти все ямы все неровности все остается где-то там далеко внизу под днищем кстати насчет того что остается под днищем дорожный просвет у вазовских моделей был увеличен по сравнению с итальянским фиатом и это тоже положительно сказалось на эксплуатации этих машин в наших условиях потому что ну действительно машину с таким типом пузова очень любили охотники рыбаки просто дачники а какие там могут быть дороги грунтовки и дополнительные сантиметры под днищем все-таки иногда оказываются и дополнительные сантиметры под днищем ой как не лишние бывают в раздела ну что макс я так лохнулся и трос у нас нету то буду работать грубо физической силы толкать если что постараемся без грубой физической силы друзья на что могу сказать очутившись за рулем этого автомобиля каких-то выдающихся условий комфорта динамики управляемость от этой машины ждать на 100 процентов не надо нужно это реально автомобиль разработок начала 60-х годов потом доработка конец 60-х годов советском союзе но когда садишься ты здесь получаешь бурю эмоций лично на меня вот нахлынули какие-то детские воспоминания потом в молодости у меня был такой автомобиль где-то в году девяносто третьем наверно а мы же съедим по трассе 80 километров в час я никуда не спешу машина может идти спокойно на этой ездил 145 но ты тогда не получаешь того кайфа который ты должен получать вот езды на ретро автомобиля и когда я сижу за рулем я прекрасно понимаю что я сейчас управляю кусочком той советской эпохи это поездки на дачу на рыбалку какое-то было счастье если у вашего отца это был вообще писк была двойка автомобиль фургон или была у соседа у дяди у дедушки которые брали вас собой и вы как на праздник ждали этого дня что вас там куда-то повезут на этой машине и вы сидели в основном сзади можно спереди гаи очень сильно наказывала сидели сзади и с гордостью смотрели в окно заметил тонировочных тонировочной пленки тогда не было вы ехали и вас все видели такой вы крутой что вы едете в этой машине хотел подобрать советское слово но так той эпохи не нашел ладно возьмем слой из 21 века коробка передач здесь работает четко как на всех жигулях кстати коробками всегда жигулевская очень нравилось рулевое управление если у вас машина в достойном состоянии у вас не будет и люфтов ничего понятно что она вялая по нынешним меркам хотя вы знаете если взять рону логан то вы там тоже не получите острова там оточено управление летом дилла нас декси будет приблизительно то же самое только интерьер по интересам из набора опции у нас здесь есть прикуриватель не как для курячего человека это радует примитивная печка зато вы точно не заблудитесь в меню этой печки печка здесь таки работает очень достойно уже были и были модели с радиоприемником в нашей машине приемника не было стоит заглушечка заводская как всегда стоят треугольные ветровички в передних стеклах такое климат-контроль аля 60-х 70-х годов 64 лошади кто-то подумает что это мало 1200 кубиков и сейчас это нормальный достойный результат и так считаю тем более двигателя действительно вазовский двигатель это уже классика такая конкретная двигатель хороший неприхотливый проверенный десятилетиями не побоюсь этого выражения и сравнения приборная панель конечно немножко такая примитивная датчик воды датчик бензина и спидометр-сидометр и несколько контрольных лампочек но зачем больше сейчас мы даже обугоним mercedes правда спринтер но все равно мне кажется 64 лошадок вполне хватает этой машины чего не хватает здесь это действительно какой-то полочки в районе хотя бы рычага кпп но не по продавались отдельно их ставили куда ложить какую-то мелочь там ключи сигареты положить понятно что телефонов тогда не было но сейчас телефон куда-то положить было бы неплохо и сейчас этот автомобиль даже в условиях мегаполиса ведет себя нормально вам будет хватать и динамики и усилия на тормозной педали не будет перегревов когда вы будете стоять в пробке ну если у вас конечно что работает правильно поэтому машина действительно такая удачно спроектированная итальянцами и очень удачно доработанная в наших нами на тольятти потом если память не изменяет в районе 500 изменений 524 если ребят вы просто посмотрите на нее на ее внешний вид это действительно красивый добротный автомобиль а как она едет то это решайте сами кто то есть я уверен напишет в комментариях фу какая гадость нафига вы влаживали бабки когда делали там машину кто-то скажет блин ребят да вы молодцы потому что вы сохраняете историю я посмотрел прослезился вспомнил своего отца деда свое детство юность так вот я буду относиться к той категории лиц это вторых для меня это кусочек нашей истории он имеет право жить и хаять его и подгонять под условия 21 века я думаю это не то что неправильно это даже пошло в принципе вот и все что я хотел сказать про эту машину сидя за рулем сегодня мы кому-то напомнили кого-то познакомили с жигулями второй модели мечтой сельского жителя дачника и конечно советского спекулянта а впереди друзья вас ждут новые интересные тест драйв так что будьте с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки рекомендуйте на своим друзьям и не забывайте мы куем для вас тесты на земле на воде и воздухе пока друзья до новых встреч